Впереди у нас женское бревно. Перейдем слово комментаторам. Ну прыжок уже прошел и победитель там определен. А теперь мы перемещаемся на бревно, дорогие друзья. И здесь уже начинает работать у нас Диана Кустова, москвичка. Динамовка. И давайте за тайное дыхание, потому что это совсем не прыжки мужские. Здесь надо очень осторожно показать, продемонстрировать, вот что делает Диана. Она умница, у нее красивые линии. Она вообще такая приятная девочка. Уже сегодня убедительно находится там же лидирующие тройки многоборья. Мы ее вчера видели на других снарядах. В общем, успеха ей хочется пожелать. Что требуется от этого бревна? Поворотики она сделала, какие-то уже акробатические элементы она сделала. Обязательно надо серии показывать, прыжки с акробатикой, вот прыжочек, прыжок еще. Это так, доброе, хорошее прыжковое соединение. Без ошибок. У Дианы шансы есть на медаль. Здесь, безусловно, у нее вторая позиция была после квалификации. И мы помним, что Спартакиаду сильнейшая, кстати говоря, она выиграла в этом виде. Именно добавляют шанс на бревне у всех есть. Даже невзирая на... Но кто как сделает. Даже если они отлично сотни раз в зале повторяют во время тренировок, опять нет гарантии. Ну, стоим. Смотрите, хорошо, открывает соревнование здесь на бревне Диана. Ну, мы сейчас после такого там помола видом у школы разогрелись. Мы же представляемся уже здесь, смотрим на красоту. Да, на красоту. И уже стараемся вникнуть, что такое бревной. И надо проходить там не секунду, а около полутора минут. И натворить, черти что вообще. Вот сальто вперед спал. А это было боковое сальто. Неприятное. На нем очень трудно удерживать равновесие. Но Диане удалось. Вот видите, как она оттягивает пальчики, носочки. Это уже рандат. И в сосков готовится девочка. И сальто согнувшись. Два сальто согнувшись. И здесь уже носик. Надо постараться побыстрее выпрямиться. И смелую осанку показать ему себе. Ну, всем судим сразу, чтобы они немножко испугались. Ну что, получается, что первая участница сделала от начала до конца. Значит, мы увидим, наверное, хорошую борьбу здесь на бревне. Дай Бог, дай Бог, чтобы так получилось. На прыжках мы сейчас видели очень интересные соревнования у мальчиков. Ждет она. И улыбнуться надо. И как подождаться скорее оценки. Что ж такое, насколько же я наработала. Динамовка. Приятно слышать. Кузница больших спортсменов. А дальше готовится у нас Ангелина Мельникова. При трудности 5-4 исполнение было, значит, чуть-чуть в начале. Я расслабился, чуть-чуть включил. Были ошибки. Ну, теперь можно не дышать и вообще не разговаривать, а поболеть за Ангелину на бревне. 13-3 результат Кустовой. Но, конечно же, ориентир будет 14-5 примерно. По такой оценке, я думаю, должен будет стремиться победитель. И не получается здесь рандат бланш. Но я должна немножко объяснить. Она рандат бланш могла спокойно, если бы на одну ножку приходила. А она выполняла сложнейшую связку. Сразу с приходом на две ноги вместе. Это банификация. Это такое поощрение. Но, к сожалению, привлекло падение. И как бы сразу она выбывает из игры за золотую медаль на этом виде. А вот с падением она не может получить даже выше Кустовой? Ну, у Кустовой база 5,4. И я думаю, это надо набрать 6,5. Ну, как минимум 6,5, да. Да, это на грани. Возможно, но очень сложно. Да, да, да. Конечно, она исполнительски хороша. Вот видишь, она уже нервничает, потому что неудача. К сожалению, у девчонок такая есть. Вот не каждый спортсмен может быстренько забыть, что ты допустил грубую ошибку и продолжать дальше, как бы ничего не случилось. Даже при том огромном опыте, которым располагает Ангелина, заменить это падение ей трудно. Морально, исполнительски. Ты понимаешь, она привыкла к хорошим оценкам. Ну, она и была лидером квалификации. 14-350 у нее в первый день. У нее очень здорово получилось бревно там как раз-таки. Ну, вот здесь, как и у мужчин на коне, как мне кажется, нужно выполнять этот снаряд в таком полурасслабленном состоянии, на выдохе, как говорится, чтобы лишних вот этих вот дерганий в теле и мандража не было. Именно хочу дополнить. Если бы вот этого рецепта только на выдохе и полурасслабленном хватило, поверь, наверное, все девчонки мира, гимнастки, так бы поступали. Но что-то еще возникает абсолютно непредусмотренное. Почему? Дрожь, нервы. Вот ты стоишь на старте и знаешь, что ты сейчас будешь делать тот элемент, который по копеечке делаешь на тренировке. Только тебе флажок или что дали команду начать. Трясется все, что существует в организме человеческом. Все трясет. Это надо удержать, сбалансировать. Теперь ты готовишься к исполнению труднейшего ультразиемента на бревне. Как ты думаешь? Какая тут расслабленность? Тут надо от пальчиков, ножек до макушечки все-все опять в едино собрать. И все это надо проделать и вперед ходьбой, и назад. Не ходьбой, а прыжками, поворотами. С соединениями. Адский слой. Артистка уже Ангелина. Есть как есть. Ангелина вчера победила в опорном прыжке, так что с золотой медалью она точно уйдет отсюда. Она достойна этого. 12,666 ее оценка со сложностью 5,6. Так, а вот теперь сразу Анастасия Бедрина. Это Новгородская область. Я имела счастье или возможность видеть ее в тренировке. Не буду ни хвалить. Вот обращайте внимание. Размах, если шпагата абсолютно честный, даже чуть более шпагата требуется. Шпагат, ну, ну, держи, молодец. Манера, нос, руки поставленные, вертикальность такая. Вот я обратила на нее. Вот он, на другую плоскость. Но она честно отрабатывает прыжки в шпагате, когда я в профиль смотрела. Сейчас немножко у нас ракурс другой. Фляг. Блаж, блаж. Такая связка хорошая. Иди все. Держаться осталось чуть-чуть совсем. Осталось чуть-чуть, но балла она подарила. Вот такая опора руками, это равносильно, что падение, к сожалению. Прям к сожалению. Но мы сожалеем и так же, что Ангелина решилась. Но не на пустом месте все-таки такая связка акробатическая, серьезная была. Ангелина тоже против после сложной связки. Да, но здесь, конечно же. Еще раз подтверждаю то рассуждение, что такая мобилизация всего. Откуда выскакивает что-то немножко на ту сторону. Ну, надо вот, я просто предлагаю вам обратить внимание на ее смелость. Пошатывает, пошатывает девчонку. Ну, что сделаешь это? Не только и девчонок, и заслуженных мастеров мотают на этом снаряде одинаково. Вот так вот. Мне понравился юсти, манера. Это хорошо. Девочки из Новгорода видели падение. Понятно, рассчитывать на большую цену невозможно. Но на то, что она заметна, школьная, если есть такое выражение, наверное, понимается, да? Это уже у нее присутствует. Мне тоже понравилось то, что она так уверенно отталкивается с максимально упругих ног. Да, да, да. То есть там набирает высоту в акробатистике максимально. Немножко держит, 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 не ела. Вот. Вот так надо сделать. 2008 года. Да, маленькая. Первый старт на взрослых. Медрена Настя, так что у нее все впереди, безусловно. Ой, какая здесь жалость. Она же пришла. Вот в этой ситуации падение. Ну, ей засчитается вот эта связка. Засчитается. А падение будет уже, как рассчитываться, ошибка. А какой мог быть вариант другой? Вот она фляг, блажь, и блажь могла сразу мимо бревна. Такие бывают попытки. В том случае и трудности засчитываются. Это уже опасно. Нет, ну не так. Они умеют падать. Именно они умеют падать. Но они и девчонки. Я всегда часто сравниваю. Как кошку, как не кинь, она все равно на лапу падает. Да, ну что ж. Хорошенькая, молодец. Сильно не расстраивайся. Ты хорошенькая, и перспектива читается. Тренируйся с тем же напряжением. 13-233. База такая же, как Кустова и Диана. Кустова, да, да, правильно. Очень трудно рисковать именно, поднимать трудность. А теперь опять невероятное напряжение. Как-то интересно. Диана Кустова у нас выступала первая. У нее за исполнение тоже 7,9. Объедренность сейчас с падением набирает почти такую же оценку. Там чуть-чуть совсем проигрывает она. Ну, наверное, пошаталась она в первой линии. Я говорю, немножко невнимательно я Кустову посмотрела. А это Блицина. Виктория Листунова. Да, 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 да. Видите, тоже. Казалось бы, и соперники нырять. Вот она. Вот она. О, как начинает ее поддрагивать. Токи высокой частоты. Никуда не убежишь. Прям по проводу идешь, только потряхивает. Успокойся. Готовится долго так. Ой, какая сложность. Это невероятное. Сальто назад с поворотом на 180. Это очень сложно. Ну, я не знаю. Вот она и еще, может быть, одна гимнастка делает. Именно нет в зале, а мы все равно. Это она классика. Ну, вы посмотрите, это тут уже с ногами даже можно не напрягаться. Тут абсолютно. Ну, Вика, конечно, выточена просто максимально. У нее все линии настолько острые. Прощи. Настолько ровные. Ну, 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 держись, мой хороший. Мы тебя подхваливаем. Это все, я знаю, какие приметы у девчонок. Вообще у спортсменов примет. Не хвали, не под ногу, не говори. Это держись. Вот так вот. Прям гвозди забивать надо на бревне. Вот приземление и не шелохнуться, как это делали румыны. Да, вот у их школы как раз прям такая была в то время. Кстати говоря, сейчас у них уже не очень здорово с этим снарядом. У них такая прям устойчивость была на бревне, удивительная. Я думаю, что они, может быть, прям что-то пьют, что не трясутся. Но когда нервничаешь, когда соревнуешься, всегда кажется, у соперника что-то лучше получается. Соскок уже готовится, там сигнал прозвучал второй уже. Ну, что ж, получается, время она пропустила. А почему? Вполне время она преодолела. Это могут минус 0,3 за просроченное время. Но не буду я забегать, я не могу прям позволить себе такие легкие сборки в отношении гроссмейстеров. Они великолепны. Но вполне вероятно, она шевелилась. Вот первое приземление, и ей пришлось сильно задержаться и потеряться. Это время-то идет тоже. Минут 30 дают всего на выполнение комбинации. Все, что за? За 10 секунд как раз прозвучал первый сигнал, и потом уже второй. За 10 или за 5? Если за 10, она успела. Нет, но это уже был второй сигнал, когда она стояла, готовилась еще к соскоку. Посмотрим. В общем, несколько секунд, судя по всему, она просрочила. А там уже не важно. После второго сигнала, после минуты 30, одна секунда просрочена. 10, 15, минус 0,3. Но, так или иначе, от начала до конца, с высокой сложностью, Вика здесь, я думаю, что обойдет Кустово. Конечно. Которая сейчас на первой позиции находится. Да, я так смело сказала, ведь она же тоже старалась упасть, Листунова, при наскоке, помнишь? Старалась упасть. Ну, это такое есть выражение. Она мотала, ее мотала, но она удержалась. Но эти махи глубокие ногами, это все равно потеря равновесия. Впереди у нас вторая четверка, и сейчас оценка Вики Листуновой. И сколько же? Ну, судьи тоже, товарищи. Вот мы говорим о нервах сильного спортсмена, более, ну, менее сильного. А когда выходит авторитет, так скажем, для судьи, это тоже дополнительное напряжение. Суждали сейчас очень здорово. И 14,8, дорогие друзья. Мы делаем небольшую паузу и переходим ко второй четверг финалистов. Ну, вот и тройка лидеров здесь в зоне ожидания оценки, или зоне Кисенкрай, как она называется. Вика Листунова просто фантастический, просто с фантастическим результатом выходит на первую позицию. 14,8 со сложностью 6,6, дорогие друзья. Это на целый балл выше, чем все остальные претендентки. Открывает вторую четверку у нас Злата Осокина, город Гатчина, Ленинградская область. Эта девочка перспективная, совсем юная, тоже впервые на Большом помосте. Давайте будем смотреть на нее. Вот сразу какая смелая, решительная связка в передней акробатике. Ну, чуть-чуть натонула, но не без этого. Это невозможно, поверьте, на бремени окаянном пройти без швеления, хотя бы скажем, в сторону от нормы. Ну и не забываем, что уже бронзовый призер, она в многоборе здесь, на Кубке России, среди взрослых, хотя всего 2008 года рождения, она сейчас только-только из молодежной сборки. Да, да, это хорошо. Вот видите, ей надо было бы сделать шпагат со сменой ног, но она анализирует хотя бы, соображает, видите, трясет девчонку, но она старается устаивать на снаряде. И, Вин, ты сказала, вот она уже там призер, у нас Ангелина вообще всеми супер титулами обладает, ничего на бремени не помогает. Хоть ты чемпион мира, выходит же, одинаково трясешься, как и все остальные грешные. Понимаешь, как это? Понимаешь, я так говорю, он непрогнозируемый снаряд. Вот когда мы сидим, как нам обогнать соперника, там, американцев? Складываем все, а я говорю, на этом снаряде останавливаемся. Тут никто не знает, какой может быть... Ой, соскоп. Восогнувшись. Ну, в целом, неплохо. Нет, она хорошая девочка, и правильно, что она уже на контроле у Мустафины Али. А может быть, она сейчас уже и переходит в бразды сборной большой команды, это все очень приятно и важно. И не делаем никакого какого-то совершенно критического замечания, что, ой, падает. Нет, она падает с хороших элементов, она обладает хорошим материалом, хорошими качествами, это очень важно. Из этой девочки можно лепить мастеров высокого класса, вот так. Но и еще одна гимнастка, которая не допустила падений-то, она от начала до конца сделала. И молодец, сбила эту цепную реакцию. Ну, собственно, у нас упало-то только... После Вики Листуновой, наверное, как раз... Да, немножко удержалась. Хорошо, хорошо, да, да, да. Было хорошо. Ну, вот так. Это что же она там, каким-то парольным сердечком, значит, кому-то нужному передала сердечко, так сломала свои пальчики. Уж ты девочка шустренькая. Ты только соскочила со снаряда, ты сейчас подумай, что ж тебе поставит-то. Но, мне кажется, Кустова обойдет. Да, обходит она Кустова, 13 866, трудный 6 баллов. Вот так, а потому именно... Мы с тобой немножко на эту тему разговаривали в отсутствии, как бы, нашего эфира, да. Как сложно, как трудно бороться за ведущие места. Либо ты идешь по контрольной легкой программе и на счастье рассчитываешь, что твои конкуренты будут падать. Либо ты сам рискуешь. Алена Глотова, следующая часть из финала. Красивое начало. Ах ты, как смело. Вот, давайте смотрим. Шикарный прыжок. Хорошо. И опять точку поставь, не трясемся. Молодцом. И смотрите, она руками создает впечатление прям бесконечного движения. Хоть стоит на месте. Ой-ой-ой. Как было видно, в заходе сальто сразу по диагонали немножко. Во-первых, смелый ход. Слышал, я пытался это передать, может быть, не объяснил. Она очень смелая по скорости движения. Но надо все-таки находить момент сосредоточиться. Она вошла в акробатическую связку без подготовки. И точно так же быстро пулей оказалась на полу. К сожалению. Соображать надо, миленькая. И уже сейчас даже чувствуется, как будто мандраж в ногах после этого падения. Ну, окатила я просто, да. На ровном месте начинает топтаться так. Ну, давайте я вам расскажу. Вот, чтобы так выглядеть на бревне, как сейчас выглядит у нас эта девочка с хорошими возможностями. Это сотни повторений во время тренировок. Мало того, они даже пытаются смоделировать то, что можно все время перед нами выступать. И уже привыкаешь. А здесь же абсолютно другая ситуация. Зрители. И все как-то далеко. Никакой стеночки рядом, на которую можно рассчитывать хотя бы. Тренировать такие моменты. Это все очень сложно. Ну, что же. Так бы, кажется, даже безвольно упало. А мне на чем было, да, развалилось. Ну, и случилось. Тройка лидеров пока сохраняется в таком же виде. Листунова, Кустова и Осокина. Вот видите, начало какое-то смело. Сальто назад прогнувшись на одну ногу. И она тут горда и красива была. И вот пошла в акробатику. Одна нога и тут же пол. Сейчас, сейчас, сейчас посмотрим. Здравствуйте. Сразу со своей оценки минус балл. Вот как они ножки подпали мимо. На ребро бревна. Это так сложно держаться. Особенно вот эти приземления перпендикулярно, которые в бревну. Ну, тут надо стараться ровно. Это вообще нужно обхватывать. Вот хорошо ты сказала. Перпендикулярно прийти на бревно. А как Листуновый, когда выполняет, не глядя, где у него там под ногами бревно. Сальто назад в группировке. Поворачивается на 180 градусов и приходит на бревно. Риск невероятно. Это уже там такое мастерство такого уровня, на котором многим надо здесь потренироваться. Досягаемо для многих, да. Здесь на замедленном повторе тоже так было хорошо видно со скоки, как у него после рандата одна нога чуть соскочила. Да, уже не топор был. Правильно, да. Естественно, там зайти. Трудно было. Жалко. Это все очень досадно. Это была Алёна Глотова, Турская область. Впереди у нас еще три участницы и две из них. Это Герасимова и Андреева. Герасимова на ваших экранах. Елена, представляющая город Чебоксары, с одинаковой квалификационной оценкой 13-450, которые, в принципе, как мне кажется, при хорошем своем исполнении могут за тройку где-то побороться. Так, Алёна Герасимова. Смотрим на него, потому что она с этим снарядом на ты. В смысле, довольно уверенно себя чувствует. Ну, 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 ну. Ну, опять же, вот надо сделать. Никак вот не получается от начала до конца на хорошем уровне нам показать его. Да. А мы очень ждем этого. Ну, и вот вновь падение. Махывая с поворотом, сразу переход в ланж по одной ноге. Ну, и тоже уже с падением выбывает, естественно, из борьбы за медали. Ну, там три девушки удобно сели в эти свои кресла, и они не собираются их, с них пересаживаться, так скажем, кому-то уступить местечко. Не просто так нагревают их. Да, 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 молодец. Ну, что ж-то, теперь, конечно, она легко, и Елена Герасимова продолжит свою программу, и постарается нас убедить в том, что она хорошо умеет работать на бревне. Действительно, она умеет работать на этом снаряде. И вот теперь чего же не хватает, чтобы это сделать в контрольной попытке? При том, что несколько элементов показала в такой связке хорошей, прям динамичной, да. Извините, именно, вот момент надо разобрать, да. Она пошла в поворот, и почти одновременно ножка уже встала в нужную позицию, а она ёточкой, секунды, раньше, а первой с рукой. Не сочетает опора, во-первых, еще один балл, и не сочетает количество градусов. Сразу большая, большая. Ну, и элемент вообще практически вылетает. Ну, там на 270, она мыслила на 720 или на 360 поворот. Да, на 720 она хотела, да. А уже была опора ранее точки поворота. Вот очень такая серьезная и большая ошибка получилась, казалось бы, в безобидном повороте. Здесь вот, как она все-таки удержалась почти на пальцах. Да, цепки, девчонки должны быть очень цепки. Ну, и вот та самая коварная связка. Видишь, как она уже отклонилась от плоскости, она была не вдоль бревна, а тело расположилось вот по пути, так скажем, к бревну, уже была в стороне от бревна. Это, значит, вот этот прыжок достойный, хороший. Очень сложный фляг назад с поворотом на 180 или как его еще по-другому можно назвать. Это все очень коварные такие акробатические элементы. Очень трудно. И соскок. Раз винт, два винт и встал. Ну, мы прошли с ней довольно подробно этот снаряд. Да, Лена Герасимова, конечно... Не в свою силу она, естественно, не удалась ей. Да, и она сама понимает, здесь... Фокус не удался. К сожалению, очередной старт. Да, неудачный. Жалко, жалко. Девчонку жалко, потому что она сейчас себя больше всего наказывает сама себя. Она понимает, ну что ж так, ну почему-то. Все есть причем, все есть для того, чтобы вот выходить. И красивая работа, и техника есть, и все. Только вот стабильность и... Вы видите, она первая вышла на удар на отчетку в 11 баллов в финале. Не было, 11. Глотова сначала. Вот они как раз друг за другом. Глотова 11-3 и Герасимова 11-966. Ну, так что победила дружба в этом случае, я говорю. Кира Могаревич. Это Белоруссия, значит. На боевне, да. Тоже молодая девчонка 2008 года рождения. Видите, она поворолась за связку, чтобы ей соединили акробатику с гимнастикой. Она прыжок с поворотом и во фляг ушла. Связку засчитаем. Так, сальто вперед, прыжок опять. И прыжок, это смешанная связка. Тоже ее надо выполнять по специальным требованиям. Пока она не на большой амплитуде, это все, к сожалению, делается. Вот связка удалась. Вот, к примеру, азотехнические элементы, да, на прошу, именно, но это уже стандартная акробатическая связка на бремя. Ты представляешь, куда девчонки убежали? Два фляга, два баланжета, это уже стандарт. Вот что вытворяют они на этом неприятном снаряде. Да, но многие все равно выходят даже на ровных элементах. Да, и часто очень. Тут, понимаешь, какой-то он неанализируемый, непредсказуемый. Вот думаешь, ну что, ну ладно, упала на сложный момент, ну почему ты падаешь, стой на двух ногах, все равно падаешь. Никакой вот акробатии, в цирке там хоть лоджи какая-то страховочная находится, а здесь все, она сама. Сама собой распоряжается. К соскуку, готовится, настраивается. Два фляга и вся эта ножа с повротами трещичься, да? Да, ну, и Динара, Динара Смольская тоже здесь, олимпийская чемпионка по биатлону и сборной Беларуси и Болеи. Ой, какая умница, молодцы. Мне так нравится, когда приходят коллеги из других видов спорта, переживай за своих, это здорово. И приятно, что у нас была возможность показать ее. Смотрите-ка, хорошо. Молодцы. Вообще, надо создавать скорее все старты дополнительные. Я тут недавно слушала информацию. Художественная гимнастика проводит такой огромный международный турнир. Это их дело, как они уговаривают или как они приглашают. Но факт, что у них семь стран будет присутствовать на этом турнире. Семь. Я не беру в Беларуси, это уже наши друзья, мы всегда с ними рядом. У них там и Китай, и Армения. И не могу сейчас, в общем, довольно-таки в сегодняшние наши нелегкие времена, они будут приглашать, если мне так это нравится. Это такое оживление, не оживление для зрителя, но для спортсмена. Видишь, вот сейчас Нагорная, Естунова готова на выход максимально, да, а где реализовать себя. Угрожение на премьере выполнен 12.633. Кира Макаревич получает на свои уважения. Так, Катя Андреева, даже не могу дождаться я. Катя Андреева, конечно, нас потрясала на брусье. Сейчас у нее небольшая травмочка какая-то, там забита мышца. Она пропустила этот свой коронный сарят. Ну, давайте посмотрим, настолько она смелая на премьере. Опа, вот это Катя. Вот так вот, наконец, дождалась отушить такое, там все соревнования идут без Андреевой. Вот так вот. Очень уверенно начинает, так смело действительно на всех парах. Опа, хороший такой ковырок назад, стойка, забытый всеми, а у него, ну, хорошо получилось. Ты посмотри, Катя. Она паузы не допускает. Да она просто бессовестная. Ты посмотри, какая смелая. Так, так, ну, ты что, хочешь на их кресло уже там присели сильно надолго? Три призерки предполагаемые. Вместиться хочешь, наверное, туда? Пока она все делает для этого. Катя. Вот это Катя. Вот это вертикальный хвостик на голове. Ну, вот такая озорнушка. Видите, что она? Не пугается, что там Листунова перед ней выступала. Она говорит, знай, у меня фамилия Андреева, зовут меня Катя. И я из Чувашии. Совсем не из столицы, но работает по столичному. По международному, я должна сказать. Стоять, Катя. Молодец, молодец. И здесь, мне кажется, вот это вот. Заволновалась тройка. Молодец, Катюшка. Вы знаете, она подняла прям настроение. Зал неравнодушен. Вы видите, ни одного не было тихонького зрителя. Вместе с тобой, Катя, находились на бревне. На этих 10-сантиметровом снаряде с 5-метровой длиной. Вот все, я вам сразу постаралась сказать. Действительно, очень здорово сделала. Как она себя вела. Вот ее немножко вело. Она раз и выправляла свое положение тел. Вот это четкое, острое такое. Ну, благодарность, конечно, ее наставникам, тренерам. Это просто молодцы. Вот видишь, ее другая девочка могла соскочить вот в этой позиции. А это не Андреева тогда была бы. Ну, у меня такое чувство, как будто ей сейчас за 14 баллов поставят. Там вряд ли она, наверное, Вику обойдет. Нет, у нее трудность. Я не знаю, какая у нее. Но, учитывая то, что она сделала там столько связок и соединений, очевидно, набрала хорошие где-то под 6 баллов, как мне кажется. Нет, Вику-то она не обойдет. Третье место у нас это... Не Куставо, а... Яна Куставо 13,3. Ну, от Куставо она может обойти, конечно. А Сокина пока вторая. Но ей с этой может справиться. Давай. Как выросла уже Катя с прошлого года. В смысле, когда мы ее показывать начали. С той спартакиады, да, совершенно верно. Улыбается. Ее оценка сейчас определит, я думаю, как-то места в детали. Она каждый раз заставляет меня удивляться. Это просто какая-то девочка такая. Я немногим такие авансы даю. Ну, и мы забыли сказать, что Чебоксара. Чебоксара. Она, конечно же, представляет. Чебоксара. Иванов тренер. И 2008 года рождения она. Да это еще мурмулетка совсем никакая. А она здесь претендует сейчас подвинуть. Ну, Листунову мы так уважительно, Катя. Давай уж оставим ее впереди, как-то уж договоримся. А вот с Куставо и Сокиной она сейчас может, скажет, подвиньтесь. Да, да, да. Причем даже и Асокину ты может подвинуть. Я уже подвинула. Вот сидят девочки, пока ожидают. Расставляет на все. Нет, ну, база маленькая. 52 база маленькая. Но так или иначе, она все-таки двигает Куставу Диану 13-3 за счет чистоты своей исполнения. И вот они финалисты в упражнениях на бревне. Листунова, Асокина, Андреева. Впереди у нас брусья параллельные у мужчин. Да. Да. Оставайтесь с нами.